Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». О ситуации на дорогах области будем говорить сегодня. Знакомьтесь с нашим гостем и готовьте ваши вопросы. Андрей Николаевич Горкуша, начальник управления госавтоинспекцией милиции общественной безопасности управления внутренних дел Гомельского областполкома, подполковник милиции. Родился в 1977 году в городе Гомеле. В 1996 году окончил Гомельский дорожно-строительный техникум. Высшее образование по специальности правоведения получил в 2008 году в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорина. В 2019 году окончил магистратуру Академии МВД Республики Беларусь. Службу в правоохранительных органах начал в 1998 году милиционером взвода патрульно-постовой службы милиции по охране военного городка Зябровка. В 1999 году пришел в ГАИ на должность инспектора дорожно-патрульной службы группы экологического надзора. С 2010 по 2015 год занимал должность начальника отделения ГАИ Милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Гомельского райисполкома. В 2015 году назначен заместителем начальника управления ГАИ, начальником отделения дорожно-патрульной службы и профилактики милиции общественной безопасности УВД Гомельского облсполкома. С 2018 года начальник управления госавтоинспекцией милиции общественной безопасности УВД Гомельского облсполкома. Указом президента Республики Беларусь награжден медалью за безупречную службу второй и третьей степени. На вопросы, которые касаются деятельности областной ГАИ, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340 043. Сообщение можно отправить и в Вайбер. Номер плюс 375 29 340 043 3. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Здравствуйте, Ольга. Позади череда новогодних праздников и обычно в эти дни ситуация на дорогах становится более напряженной. Инспекторы работают в усиленном режиме. Что можете сказать об этих долгих выходных? Да, именно так. Я хотел бы даже добавить, мы свои намерения не скрываем и всегда в средствах массовой информации обозначаем позицию по усиленному варианту несения службы, также проведению различных мероприятий, направленных на профилактику совершения дорожных происшествий с участием нетрезвых, бесправников. Ну, тем не менее, даже за первые три дня января было выявлено 53 водителя в состоянии алкогольного опьянения и более чем 90 водителей, не имеющих права управления транспортными средствами. Наверное, было бы уместным здесь напомнить, что с марта месяца выходит кодекс административных правонарушений, будут определенные обновления, в том числе и по нетрезвым водителям. Если в настоящий момент страшные санкции за нетрезвый руль у нас от 50 до 100 базовых величин с лишением 3 года, то с марта, если степень алкогольного опьянения будет до 0,8 промилле, то есть с 0,3 до 0,8, штраф будет налагаться 100 базовых величин с лишением 3 года. Если свыше 0,8 промилле, это уже 200 базовых величин с лишением права управления на 5 лет. Также здесь не обойдутся и те, которые отказываются от прохождения медицинского освидетельствования. Здесь также будет налагаться штрафная санкция в размере 200 базовых величин с лишением сроков на 5 лет. Поэтому санкции довольно серьезные и здесь, мне кажется, любой участник дорожного движения должен задуматься, садиться все-таки ему за руль после каких-то мероприятий праздничных, либо посидеть и продолжить эти мероприятия. 53 человека, вы говорили, да, остановили находящихся в нетрезвом состоянии, а в сравнении с обычным днем, буднем, насколько это больше? В три раза меньше примерно. То есть все равно ежедневно около 20 человек считают возможным для себя вот такой поступок, хотя, по сути, любой пьяный за рулем – это потенциальный убийца. И я как раз поддерживаю решение об ужесточении наказания. А какие еще нововведения будут касаться водителей в новом кодексе? Ну, я бы, наверное, так сказал, может быть, одним предложением, наверное. Для тех, кто соблюдает общепринятые нормы поведения на дороге, все изменения пойдут только во благо. Значит, при мелком нарушении водителям будет применена такая мера воздействия, как устное замечание, предупреждение, но в случае повторного нарушения уже здесь, конечно, штраф. Ну и для автохулиганов, конечно, меры будут ужесточены. Поэтому, ну, наверное, мы не будем уже конкретизировать каждое направление. Давайте дождемся все-таки, как только выйдет в средства массовой информации изменения. Ну, я думаю, что все, как говорится, ознакомятся. Ну, а то, чего уже дождались, это отмена госпошлины за выдачу разрешения на допуск участия в дорожном движении и введения транспортного налога. Думаю, что самая горячая, самая актуальная новость на сегодня для автолюбителей. Расскажите, пожалуйста, кто и как, в какие сроки должен уплачивать транспортный налог. Да, так и есть. Уже с самого начала года, наверное, все автолюбители уже ознакомились с новыми изменениями налогового законодательства. Ну, может быть, детали какие-то мы здесь сейчас прорабатывать не будем. Я думаю, что в этой студии еще будут сотрудники налоговой инспекции более детально обозначать все эти вопросы. Ну, в целом, в принципе, можно было бы отметить такие вопросы, которые сейчас интересуют большинство граждан. Это снятие транспорта с учета. Причем, мало того, того транспорта, который, по большому счету, уже его и не существует. Я, значит, сразу скажу, что в настоящий момент главным управлением ГАИ МВД уже проработаны определенные изменения в нормативные документы, которые регламентируют порядок снятия с учета транспорта, да, в том числе в утиль. Это, в частности, постановление Совета Министров 1849. Я больше, чем уверен, в ближайшее время они будут уже согласованы и подписаны. В средствах массовой информации будут определенные новости. Там будет предусмотрена возможность каждому владельцу снять транспортное средство с учета. Я не буду сейчас раскрывать все нюансы, я знаю, что это за изменения, но пока они не согласованы, давайте дождемся буквально несколько дней, они выйдут в средства массовой информации, и владельцы транспорта детально изучат, и я думаю, что каждый найдет ответ на свой вопрос. В настоящий момент, чтобы снять транспортное средство с учета, необходимо предоставить в подразделение ГАИ регистрационные документы и государственные регистрационные знаки, либо само транспортное средство для осмотра, либо документ, который подтверждает, что это транспортное средство было сдано в утиль. Ну, это понятно, что соответствующая организация, предприятие, которое занимается утилизацией транспортных средств. И этот перечень мы расширить, к сожалению, не можем. Андрей Николаевич, есть вопрос, вот как раз связанный с этим, как снять с учет автомобиль, если утеряны документы и госномер, сдать автомобиль в утиль? Да, ну, как я и говорил, ну, если здесь, я еще раз говорю, если нет ни документов, ни госномеров, ни уже давным-давно нет автомобиля, еще раз говорю, будет предоставлена возможность каждому до июня месяца разобраться с тем транспортом, который находится у них на учете. Необходимо немножко подождать, не нужно штурмовать на сегодняшний день госавтоинспекцию, очень много заявлений, причем все неоднотипные. То есть стоит транспортное средство на учете, но нет ни документов, ни самого транспортного средства. У всех одинаковая проблема. Мы об этой проблеме знаем, и сейчас главное управление ГАИ МВД над этим вопросом работает. То есть через буквально пару дней вопрос будет решен, и можно будет в новостях все узнать. Через некоторое время, мы не будем обозначать пару дней, а через некоторое время, в ближайшее, скажем так, время, будут определенные изменения. Сдать автомобиль в утиль – это платная услуга? Ну, абсолютно верно, конечно. Но организация, которая занимается этим, по большому счету, не представляет каких-то особых проблем. А вообще нововведения повлияли на количество желающих пройти техосмотр, которые многие годами не проходили? Ну, я так поняла, что на количество желающих снять с учета повлияли серьезно, да? Ну, да. Ну, желающих, конечно, очень много. И станции техобслуженные сейчас уже перешли даже в режим, как сказать, такой записи, наверное, по записи. Очень много желающих. Но это и должно быть так. Это правильное желание всех автовладельцев пройти технический осмотр, подтвердить техническое состояние своего транспортного средства. Угу. А льготы по уплате транспортного налога предусмотрены нововведениями для пенсионеров и для инвалидов? Да. Здесь, да. Ну, то, что прописано в средствах массовой информации, какой-то дополнительной информации у меня нет. То есть могу лишь только напомнить то, что не облагаются налогом, причем довольно интересный момент, транспортные средства старше 91-го года выпуска. Это очень важно, потому что многие тоже сейчас обращаются в госавтоинспекцию по транспортным средствам, которые на учете более 30 лет назад. Не стоит сейчас... Понятно, что они тоже должны быть сняты с учета. Но не стоит прямо сейчас так кипятиться и любой ценой решать этот вопрос. Либо, значит, транспортные средства, в ходе регистрации которых не был установлен в годы выпуска. То есть на эти транспортные средства тоже транспортный налог начислен не будет. Ну, сюда же, как мы говорили, да, инвалиды первой, второй группы, это 50% у них будет начисление. Сюда же участники Великой Отечественной войны, пенсионеры. Инвалиды третьей группы, это 25%. Значит, ну, а та же до 2025 года это автомобильные электротяги. Андрей Николаевич, есть еще вопрос по этой теме. Как снять авто с учета, если она на учете в ГАИ с 2003 года, но продана по генеральной доверенности и документов на нее нет? Авто находится у нового хозяина, его адрес неизвестен. Тоже распространенная ситуация. Распространенная ситуация, еще раз говорю, давайте подождем. Там предусмотрены в этом документе, в этих изменениях все возможные случаи, да, в том числе и это тоже. Здравствуйте, если я заплатила госпошлину в прошлом году, в этом не нужно платить транспортный налог? Значит, тут нужно смотреть до какого числа, до какого месяца государственный технический осмотр. Соответственно, и налог будет начисляться со следующего месяца, это уже в 2022 году. В этом году этот год такой, значит, идет у нас стартовый, как говорится, да. В этом году все владельцы будут проплачивать одну базовую величину, а уже начисления конкретные будут в 2022 году. Спасибо большое. Предлагаю сделать небольшую паузу. Программу продолжит сюжет от наших корреспондентов, а мы вернемся к обсуждению ваших вопросов через несколько минут. Наверное, большинство жителей Гомельской области пешеходы все-таки дисциплинированные, хотя, как и в любом правиле, здесь есть исключения. Только в прошлом году за нарушение ПДД почти 11,5 тысяч человек были привлечены к административной ответственности. При этом 4,5 тысячи не были обеспечены светоотражающими элементами. Около 1800 нарушителей находились на дороге в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, некоторые совмещали сразу два этих правонарушения. Заканчивается же такое обеспеченное отношение часто трагически. Будда Кошелева, где был совершен наезд на пешехода со смертельным исходом, пешеход в нетрезвом состоянии, сидел на правящей части дороги, не дошел до своей деревни 350 метров, либо же Речица, где пешеход лежал на правящей части дороги прямо напротив калитки своего дома. Казалось бы, зайди во двор, зайди домой и отдыхай. Нет, почему-то правящая часть показалась более презентабельной. В итоге и в Речице, и в Будда Кошелевском районе оба пешехода скончались на месте происшествия. Хотя трагедии можно было избежать. Избежать элементарно, обознать себя фликером. Среди других наиболее частых нарушений ПДД со стороны пешеходов – это попытки перебежать дорогу перед близкоидущим транспортом и переход проезжей части в неустановленных местах. Хотя даже на переходах со светофорами сотрудники ГАИ советуют проявлять осторожность. Несмотря на зеленый сигнал, лучше все-таки посмотреть по сторонам и убедиться, что водителей и нарушителей рядом нет. К сожалению, они на Гомельщине тоже не редкость, причем многие находятся еще и в состоянии алкогольного опьянения. В первый день Нового года на линию 102 Житковического РУВД позвонили неравнодушные граждане, которые сообщили, что по трассе возле Турова движется автомобиль «Опель», предположительно, которым управляет водитель в состоянии опьянения. На неоднократные требования сотрудников милиции водитель не отреагировал, автомобиль свой не остановил и начал скрываться дальше. Погоня продолжилась на территории Столинского района Брестской области. Инспекторами ГАИ были произведены предупредительный выстрел в воздух и по колесам автомобиля. Благодаря взаимодействию сотрудников Столинского РУВД был установлен и задержан 22-летний водитель, который нигде не работает и не учится, а также никогда не получал и не имел водительского удостоверения. Патрулирование дорог сотрудниками ГАИ ведется постоянно. Только за период с 25 декабря по 5 января они задержали 133 нетрезвых водителя и более 300 так называемых бесправников, которые управляли авто без наличия соответствующих документов. И такая цифра. За весь прошлый год закон трезвости на Гомельщине нарушили более 3000 водителей различных транспортных средств. По сути дела, потенциально он преступник, потому что он знает, что он пьян, все равно садится за руль и едет с какой-то непонятной целью, либо же еще купить спиртное, либо кого-то куда-то подвезти, либо домой заехать, но садится за руль. И второй вариант нетрезвого водителя – это тот, который вечером не рассчитал свои силы, выпил лишнее, а утром садится за руль. Как любят водители это называть, это с остаточным. Нет остаточного. Нет такого понятия. Есть понятие состояния алкогольного опьянения, либо отсутствие состояния алкогольного опьянения. При этом, если у человека в крови находится более 0,3 промилле, то это состояние алкогольного опьянения. И не важно, когда это спиртное было употреблено. Не уступить пешеходу дорогу и превысить скорость, совершить опасные маневры, пренебречь дорожными знаками. В ГАИ подчеркивают, если такие картины аварии все еще не являются у нас чем-то необычным, если на дорогах по-прежнему погибают люди, в том числе детям, наверное, есть повод объединить усилия, чтобы сделать наши дороги более безопасными. Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель, подойдите к нему, уберегите. Если вы не в состоянии это сами сделать, позвоните 102, предупредите о том, что садится нетрезвый водитель, собирается ехать. Если есть возможность, отследите маршрут его движения, для того, чтобы можно было его задержать и вовремя отстранить от управления, до того, как будет совершено дорожно-транспортное происшествие. Потому что вы не знаете, куда он поедет, а может он поедет туда, где живут ваши родственники, и где сейчас переходит дорогу ваши близкие, ваши знакомые, а он в таком состоянии будет там ехать. И чем закончится его поездка, к сожалению, это непредсказуемая вещь. Поэтому вовремя остановить его, вовремя отстранить – это наша с вами общая задача. Вы смотрите «Диалог» Андрея Горкуша, начальник управления ГАИ УВД Гомельского госполкома, сегодня у нас в гостях. Андрей Николаевич, мы говорили о транспортном налоге, и есть по этой теме еще один вопрос. У меня угнали машину, она стоит на учете. Заявление в советском РОВД. Ответьте, пожалуйста. Я так понимаю, что, наверное, вопрос состоит в том, должен ли человек платить транспортный налог, если машину у него угнали. Конечно, налог начислен не будет, если есть действительно такое заявление, и проводится проверка сотрудниками органов внутренних дел. Об этом тоже мы, в принципе, все ознакомились в средствах массовой информации. Этот момент тоже был прописан. Есть несколько вопросов по организации дорожного движения, но я думаю, что мы их передадим сотрудникам. Для того, чтобы по ним была проведена проверка, потому что достаточно частные и по разным городам, и по Гомелю, и по Добрушу. Есть вопрос о том, что на перекрестке объездная проспект Реческий со стороны объездной нет знаков направления движения по полосам светофор со стрелкой, и не хватает знаков движения по кольцу со стороны улицы Полеской. Вот подобных замечаний поступает достаточно много. Обязательно они будут переданы в областную госавтоинспекцию, и все рассмотрены. Спасибо большое за ваши замечания и пожелания. Они обязательно будут учтены. Андрей Николаевич, ну а в целом, если анализировать ушедший 2020 год, какие тенденции вы в нем отмечаете? Становится ли ситуация более благоприятной или нет? В целом, в 2020 году отмечалась тенденция снижения количества дорожных происшествий и тяжести. Однако в ноябре был определенный всплеск дорожных происшествий с участием пешеходов, ведущего количества погибших, к сожалению, не удалось сдержать в сравнении с 2019 годом. Поэтому погибло, к сожалению, на 4 человека больше, чем в позапрошлом году. Всего в 2020 году было совершено 492 дорожных происшествия, где 73 человека погибло и 520 получили ранения. Мало того, я бы здесь, наверное, отметил и по причинам, из причины основные, это, наверное, дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов. Это основное количество дорожных происшествий. Их было совершено 178, 30 пешеходов погибло и 159 ранены. Также это управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, управление транспортом, не имея водительского удостоверения, нарушение правил обгона, выезд на полосустречное движение, также превышение скорости движения. Это основные направления, по которым госавтоинспекция Гомельщины будет работать в 2021 году. Но, несмотря на, еще раз говорю, что я обозначил проблемные виды, причины дорожных происшествий, отмечается в целом даже по этим категориям, по всем, отмечается определенное снижение. Это, конечно, хорошо, что тенденция снижения существует, но все равно, если задуматься, то эти цифры... 500 человек травмировано, да? 70 погибших. Да, цифры все равно, да, такое чувство. 30 человек погибли, просто переходя дорогу. Это ужасает. Скажите, пожалуйста, вот насколько эти цифры связаны с организацией дорожного движения? Потому что, анализируя вот эти сводки и статистику, вы всегда думаете над тем, что же нужно изменить, как правильно, да, как должны быть расставлены знаки, где должны быть светофоры. Вот это то, что больше всего тоже людей волнует, искусственные неровности и тому подобное. Что изменилось? Я хочу сказать, что если мы берем дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов, мы изучаем каждый случай. Не только там, где погибает пешеход, но и там, где совершаются наезды, пешеходы получают травмы. Детально изучаем участки уличной дорожной сети, вносим соответствующие предложения. Слава Богу, нас слышат. И благодаря нашей инициативе, его взаимодействие с заинтересованными, в прошлом году по области построены и введены в эксплуатацию 27 светофорных объектов. Обустроены 75 искусственных неровностей. Ну и так далее, так далее. Работа, по большому счету, довольно кропотливая. И я, может быть, здесь обратился бы к гражданам. Тоже нужно проявлять свою гражданскую позицию. Существует телеграм-канал под названием «СМЭП Гомеля. Светофоры. Знаки. Разметка». Еще раз обозначу. «СМЭП Гомель. Светофоры. Знаки. Разметка». Туда можно выложить определенную информацию, где, по вашему мнению, должны быть какие-то определенные изменения. То есть по этой информации мы, опять же, выйдем на место, поизучаем. И где-то, может быть, действительно нужно внести какие-то определенные коррективы, по которым мы спрофилактируем. Да, это замечательная инициатива. Андрей Николаевич, мне подсказывают, что как раз по этой теме у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Я этот вопрос поднимался в этом году, потому что там чуть авара не случилась. Вот механистка в улице, когда с города едешь, остановка, она получается Т-образный перекресток, механистка и физкультурная. Переезжаешь и назад, когда идешь, механистка и пешеходный переход есть, а сюда, когда люди пошли же на физкультурную улицу, здесь знака нету ограничений и нету пешеходного знака. Я вот имаду вызвал майором, приехал, здесь асфальта еще нет. Я говорю, так что, в сельской местности, асфальта нет, но знак ставит, что пешеходный переход. Потому что там столько движения, и в тем году одна женщина, как она объясняла, перепутала педали и уехала прямо к соседу в двор. Город проломала и ворота, и все там проломала. Но я это сосед не захотел, и вызвать это личный вопрос. Все установили. Я к чему это? Потому что я полетел несколько раз. Я тут сам, когда-то шиммастером был, начинал этот район строить. Сейчас же на пенсии. Я майору начал объяснять, пока сейчас лагерь не положим, а зевр... Причем тут грузьев, бля. В сельской местности ставят знаки, даже если нет асфальта. Спасибо за звонок, Андрей Николаевич. Я пометил, да. Возьму, ну, как я понял, наверное, есть пешеходный переход, но он не обустроен, значит... Нужно, да, проинспектировать. Да, мы обязательно выйдем, посмотрим. Соответственно, сейчас оператор возьмет у вас какой-то контакт, и мы вам обязательно сообщим. Спасибо за звонок. А еще одна инициатива от нашего телезрителя. Очень хотелось бы, чтобы был портал ГАИ, на котором была бы информация о происшествиях, возможность отправлять туда информацию о нарушениях и видеть результаты обращений. Есть такой телеграм-канал, да? Да. Можно туда. Назовите, пожалуйста, повторите. СМЭП, Гомель, светофоры, знаки, разметка. Светофоры, знаки, разметка. Ну, это то, что касается инфраструктуры. Да. А вот непосредственно, может быть, более-более широкую информацию о происшествиях любую рассматриваете? Да, мы любую информацию изучим, да. Поэтому, по большому счету, и без каких-то каналов нам приходит от граждан в рамках закона в обречении граждан не юрлиц информации, мы прорабатываем каждое заявление и не оставляем просто так. Поэтому обращайтесь, конечно, если вы видите, что где-то происходит происшествие какое-то, обращайтесь, да, звоните, сразу можно звонить дежурную часть. И на сайте ОВД, насколько я помню, есть возможность отправить сообщение. Да, но я сейчас не могу подсказать на это. Нужно посмотреть на сайте информацию. На сайте, да, да. Подскажите, пожалуйста, если у меня грузовой авто 88-го года, а в легковом авто год выпуска не установлен, нужно ли будет платить налог или нет? Ну, мы уже говорили о том, что транспортные средства старше 91-го года выпуска и те транспортные средства, где не установлен год выпуска этого транспортного средства, они налогом не облагаются. По всей улице Советской знак движения прямо и только в нескольких местах можно повернуться налево. Это не очень удобно стало. Можно ли изменить? Планируются ли какие-то изменения по Советской? Пока изменений нет. И, в принципе, да и заявлений-то от граждан нет. Значит, если есть, ну, те, кому действительно, ну, надо действительно детально, наверное, изучить, поэтому если человек обратился с подобным заявлением, есть его координаты, мы отдельно с ним свяжемся. Если координат нет, ну, вот гражданин, который дал вам сообщение, пускай, отдельно с заявлением обратится в Госфотоинспекцию. Изучим, в чем проблема. Есть вопрос, как решить проблему с остановкой автобуса на улице Зайцева, с улицы Ильича, так как при остановке автобуса с задержкой около минуты состоится пробка на улице Ильича, поэтому занята одна полоса движения. Передадим, да? Да, этот вопрос надо тоже изучить, потому что, да, ситуация... Тут часто, наверное, бывает так, что одному удобно, то неудобно десятку других. Ну, к сожалению, так и получается. И наоборот. Мы говорили с вами о результатах, итогах прошлого года. Мне кажется, что в прошлом году уже так серьезно встала у нас проблема со службами такси, и было даже смертельное ДТП. Как складываются отношения Госавтоинспекции и служб из ВОЗа, если у вас инструменты влияния на нарушителей? Потому что часто люди жалуются, что нарушений стало больше. Проблема есть. Я бы где-то, может быть, не сказал бы, что это кардинальная проблема, которая играет серьезную роль в анализе дорожных происшествий. Но, тем не менее, достаточное количество автомобилей такси. Учетных дорожных происшествий было 10, где один человек погиб, и 11 получили ранения. Нарушений очень много. Очень много мелких дорожных происшествий. К сожалению, анализируя их все, можно сделать вывод, что это спешка самого водителя данного автомобиля, спешка на вызов. Ну, а это и специфика деятельности, потому что, да, если можно рядовому автолюбителям не спешить, то водителю такси не спешить не получится. Да, ну и стоит, конечно же, наверное, упомянуть, наверное, и определенную бесконтрольность руководителей этих компаний. Вот это уже гораздо страшнее. Зачастую выявляем, когда управляют транспортными средствами такси водители со стажем менее двух лет, то есть абсолютно неопытные. Зачастую выявляем факты управления автомобилем такси в состоянии алкогольного опьянения, мало того, при перевозке пассажиров. Такие факты тоже имеют место. Техническая составляющая транспортных средств оставляет желать лучшего. Эти факты тоже имеют место быть. И, к сожалению, анализируя тоже и обобщая эти факты, я бы сделал вывод, что не в полной мере руководители этих компаний переживают и контролируют свое направление деятельности. Поэтому что-то надо менять. А что предлагает ГАИ? Штрафы? Нет, штрафами здесь, конечно, не решить. Здесь совсем должен быть другой подход. Вот какая-то должна быть разработанная система контроля. Не просто отдал в аренду и получай средства за то, что транспортное средство ездит. Причем неизвестно в каком состоянии, кто им управляет. Нет, должна быть разработана определенная система контроля, чтобы водитель прошел медицинское свидетельствование, технический контроль, выехал на линию, потом поставил транспортное средство в гараж. Ну, система должна быть. В настоящий момент, к сожалению, есть проблемы в этом. Андрей Николаевич, а как себя показало такое новое явление на улицах наших городов каршеринг? Насколько законопослушные и дисциплинированные его водители? В основном послушные и дисциплинированные, как, в принципе, большинство-то и водителей такси. Как большинство, так и водителей такси. Но, к сожалению, есть факты, когда автомобилем каршеринга управляют нетрезвые. Мало того, я вот сейчас обопросился, наверное, к гражданам, которые берут в наем это транспортное средство. Внимательно читайте договор, который вы подписываете. Потому что те санкции, те штрафные санкции, которые там прописаны, ну, просто какой-то ужас. Вот на примере в прошлом году житель города Гомеля взял в наем, арендовал, вернее, наверное, транспортное средство каршеринг, передал своему знакомому. Тот, соответственно, нарушал, грубо нарушал правила дорожного движения по городу Гомелю, совершил ДТП, мало того, находился в состоянии алкогольного опьянения. Помимо штрафов ГАИ, начисления по договорам составили, насколько я помню, порядка 5000 белорусских рублей. Поэтому нужно иметь голову на плечах, когда берешь, все-таки нужно думать, что это не просто автомобиль, игрушка, да, это источник повышенной опасности. К сожалению, есть факты задержания в состоянии опьянения, очень большое количество дорожных происшествий, мелких. Вот, поэтому, ну, проблема тоже есть. Пускай она, я еще раз говорю, я не говорю о том, что водители каршерингового транспорта каким-то образом там повлияли на уровень аварийности, да, вот, но, тем не менее, проблема есть. Чего нам дожидаться, пока начнут, да, люди гибнут на дороге. Лучше не дожидаться, ну и хорошо бы каршеринг от нас не ушел, вот, в связи с таким обилием нарушений, чтобы, как явление, он остался, а люди были, конечно, законопослушны. Хотела бы вернуться к проблеме очень важной, суперактуальной и, ну, меня лично очень тревожащий то, что наезды на пешеходов у нас все более и более распространенные явления, что люди даже на отмеченном разметкой, даже с установленным светофором, по правилам переходя дорогу, все равно рискуют собственной жизнью и здоровью. Кому не хватает здравомыслия? Чаще водители нарушают правила пересечения дороги или и пешеходы тоже? И если в отношении водителя, мне кажется, ГАИ очень строго поступает, справедливо, но строго, то в отношении пешеходов какие меры принимаются? Я вам хочу сказать, в прошлом году было привлечено более 11 тысяч пешеходов, при этом в двух тысячах случаях они находились в состоянии алкогольного пенения. Ну, дело, наверное, не в административной ответственности, дело, наверное, в каком-то взаимопонимании, взаимопонимании между водителем и пешеходом. Если пешеход переходит дорогу, ну, кто же отменял эти истинные нормы, прописанные, опять же, в те же правила дорожного движения, что нужно посмотреть налево, нужно посмотреть направо, убедиться в том, что транспортное средство уступает дорогу. Мало того, в этот особенно опасный период, зимний период. Где этот инстинкт самосохранения у пешеходов? Куда он делся? Ну, и, конечно же, водители при проезде перекрестка, в пешеходных переходах, ну, нужно держать действительно скорость такую, что можно было остановиться в любую минуту, учитывая то, что где-то не все пешеходы, соответственно, некоторые перебегают дорогу, не обращая внимания. Ну, есть проблемы. Может, это вопрос о качестве подготовки в автошколах? Вот вы собирались с руководством автошкол по этим темам, что выходят люди, которые на пешеходном переходе, размеченном, сбивают пешеходы? Каждый год, конечно, мы проводим определенные семинары, разбираем определенные дорожные происшествия. Но я еще раз говорю, покуда мы сами, как участники дорожного движения, не начнем уважать друг друга, здесь, наверное, удачи в профилактике данного вида дорожных происшествий нам, наверное, не видать. Как бы мы там ни планировали участки уличной дорожной сети, какие бы там светофоры и искусственные неровности на них не были, нам не избежать дорожных происшествий. Поэтому проблема вот именно в этом есть. Андрей Николаевич, спасибо огромное за сегодняшний диалог. Желаю вам, чтобы планы были, конечно, реализованы, чтобы поменьше трагических и даже конфликтных ситуаций было на наших дорогах. Спасибо вам. Спасибо вам. Андрей Горкушев, начальник управления ГАИ, УВД Гомельского облсполкома, был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...